Разобраться с бывшими по-французски. Экс-президента Франции Николя Саркази взяли под стражу. Его подозревают в незаконном финансировании своей собственной избирательной кампании в 2007 году. Что грозит бывшему главе государства, расскажет Елена Абрамович. Николя Саркази задержали ранним утром по делу 2012 года, которое суд недавно возобновил. Бывшего французского президента обвиняют в том, что он вдвое перевысил лимиты финансирования своей предвыборной кампании в 2007. Саркази получал деньги наличными от ливийского диктатора Муамара Каддафи, утверждает французский бизнесмен ливанского происхождения, который якобы лично перевез из Триполи в Париж три чемодана с двумя миллионами евро в каждом. Есть кое-какое признание со стороны господина Саркази, где он говорит ничего конкретного. И теперь настало время пролить свет на эти дела. Это должен сделать суд. Задержание экс-президента это удар по национальной гордости любой страны, заявили партии ультраправых Франции. А бывшие соратники Саркази призвали дождаться результата в следствии. Всем известно, что я принадлежал к той же политической семье, что и Николя Саркази. И те, кто следит за политикой, знают, что временами у меня с ним были сложные отношения, но они всегда основывались на взаимном уважении. Саркази должны допросить и решить, стоит ли его удерживать под стражей далее. На данный момент ему грозит год тюрьмы и 3750 евро штрафа. Сам экс-президент утверждает, что ничего не знает о мошеннических методах, которые могла использовать пиар-служба. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер.